Славинский район ежегодно участвует в краевых и федеральных программах, благодаря чему проводится ремонт дорог, осуществляется реконструкция учреждений культуры, спорта, образования, строятся новые социальные объекты. Благодаря участию муниципалитета в краевой программе на условиях софинансирования регионального и местного бюджетов в Станице Петровской продолжается строительство универсального спортивного комплекса. На сегодняшний день уже возведен каркас здания. Общая площадь объекта свыше 1300 квадратных метров. Стоимость строительства около 97 миллионов рублей. Также рядом с сельским стадионом строится площадка для сдачи нормативов ГТО. Станица Петровская, большая станица, проживает более 13 тысяч жителей. Давно граждане обращались и ко мне и к губернатору по поводу строительства этого объекта. Приятно, что в крае сегодня существует программа по строительству спортивных объектов. Мы долго готовились к этой программе, сделали проектную документацию, прошли экспертизу. И вот на сегодняшний день строительство продолжается. Поэтому я считаю, что очень хорошее дело сделаем для жителей Славянского района и для жителей Станицы Петровской. Завершить строительство планируют к концу года. В спорткомплексе можно будет заниматься спортом и взрослым, и детям. Играть в волейбол, футбол, баскетбол, проводить соревнования и тренировки различных спортивных секций. В Славянском районе уже есть опыт строительства таких универсальных спортивных объектов. Четыре года назад в Станице Анастасиевской был построен аналогичный спортивный комплекс, который очень востребован у жителей. Его современная материально-техническая база позволяет не только тренироваться спортсменам, но и проводить соревнования краевого и всероссийского уровней. Удачная практика строительства универсальных спортивных комплексов на территориях сельских поселений будет продолжена. В 2023 году планируется начать возведение спортивного объекта в хуторе Голицын Кировского сельского поселения.